Добрый день, Нечка! У нас опять отчет шопоголика. Попросили рассказать, какие были покупочки за последнее время. Что-то вспоминается, что-то нет, что-то может быть будет даже повторяться. Но постараюсь рассказать, показать о каких-то последних приобретениях. Это всегда интересно, это такой разговор между подружками, по душам. И кто первый раз на моем канале, тот может даже найти там такой большой плейлист, который так и называется «Дневник неисправимого шопоголика». Иногда исправляюсь, сейчас вот экономлю. Редко уже покупаю что-то, но не могу устоять от искушения забежать иногда в секонд, потому что у нас очень хорошие секонды, цены недорогие, вещи прекрасные. И вот одна из новых покупочек, такая вот совершенно прелестная кофточка с крупным рисунком. Цвета, я первое за что зацепилась, это за цвет, он мне очень понравился, поэтому решила, что возьму. И еще парочку покажу, кофточек джемперков, которые так уже где-то во влогах мелькали, а что-то и не мелькало. Например, вот такая тоже беленькая, простенькая, белый цвет так засвечивает, это будет непонятно. Здесь есть приятная отделка очень каким-то легкой серебристой ткани. И марка какая-то Оливер, какой-то Оливер. Так, если удастся вам что-то увидеть, мне кажется, что это даже такой более-менее какой-то известный бренд, но я на бренда обычно не смотрю. Я посмотрела на то, что она тончайшая, хлопковая, беленькая такая, приятная. Вот сейчас погода у нас в Риге, потому что у нас очень потеплело. У нас сегодня было 25 градусов, завтра 26. Для сентября начало, это, конечно, какие-то температуры совершенно нереальные, необычные. Еще один джемперок, который уже, конечно, на такую жару не поносишь, но как станет чуть-чуть прохладнее. Марка Спенсер. Тоже покупка в Секонде. Вот такого я вам уже показывала, и изумительного тоже прекрасного цвета, с крупными цветками. И хоть я тяготею к чему-то однотонному, иногда сочетание цветов, или просто что-то вот цепляет, и хочется такой вот носить. Он совершенно замечательный, тепленький такой, приятный. Я просто жду уже погоды похолоднее, чтобы можно было его одевать. И еще один джемперок тоже вам показывала. Они все тут на вешалочках. Ну, марка вообще ни о чем. Ну, какая-то Андрея. Что за Андрея, я не знаю, но какая разница. Вот такой вот тоже с длинным рукавом, светло-серенький. Здесь какие-то штучки небольшие, пайеточки, да, так называются. В общем, очень милый, симпатичный джемперок. Сегодня были тоже Станюши в Секонде. Еще у меня была такая интересная находка, такой плащ от Дольче Габбана. Сегодня я его передарила. Он дальше пошел, он к Тане пошел. На ней он смотрится лучше. И сегодня тоже были в Секонде, заходили и видела там исключительно красивый, такой коротенький жакетик. Наверное, даже его можно назвать болеро, потому что он довольно коротенький, маленького размера, но это было что-то... Я смотрела, как на произведение искусства. Он был просто весь расшит стеклярусом, бисером. И мне кажется, там тоже были кусочки янтарика. И вот он буквально был, как какое-нибудь старинное платье. Вот так вот весь этим расшит. И из-за этого он был очень тяжелый, потому что это... Ну это... Я вот до сих пор, у меня он перед глазами стоит, эти его золотистые тона, этот стеклярус, этот березь, бисер. Это так красиво, такая богатая работа, невероятная. И в такие моменты я очень жалею, что я не того размера. Мне довольно сложно что-то на меня найти. Приходится брать уже то, что есть. И не всегда то, что есть, оно так красиво, как... Но что поделаешь? Хочу похудеть. Никак не получается. Книги. Мне кое-что дарили, кое-что я сама покупала. Одна из тех, что я покупала, это вот из серии книг Людмилы Третьяковой. Я частенько ее покупаю и читаю. Конкретно называется «Графская любовь». У него вышло очень много исторических романов о различных известных людях, о женщинах, о мужчинах. И очень часто она обращается именно к русской истории. И здесь конкретно тоже о семействе Мусиных-Пушкиных и Морозовых, по-моему. Кажется. До второй книги я не дочиталась. Первую я прочла. Это здорово вообще. А, о мамонтовых, а не Морозовых. Потому что здесь много мелких каких-то интересных деталей той жизни, о которой мы, можно сказать, забыли, но мы не забыли, потому что мы и не знали, как все это было, какие были большие семьи, как строились отношения в семьях, на каких ценностях воспитывались люди в то время. И, надо сказать, конечно, читаешь и поражаешься, удивляешься, насколько мы сейчас далеки от всего этого. Далеки не в лучшем смысле, надо сказать. Скорее, в худшем. Тем интереснее почитать, как это было лет, скажем, 100-200 назад. Люблю такие книги, хотя, конечно, в них всегда остается доля чего-то субъективного, потому что основные факты мы знаем, но вот эти детали, мелочи, хотя, конечно, если остались какие-то мемуары, какие-то воспоминания, если основываться на них, то, конечно, вот такие повествования имеют даже свою историческую какую-то ценность, потому что не полностью, может быть, где-то немножко додумано, но не полностью. Очень с удовольствием почитала просто, и если будет попадаться что-то такое подобное, буду тоже покупать, хотя я думаю, что это можно и в интернете скачивать, читать в электронном виде, но у меня до сих пор сохранилась любовь к книгам, желание трогать их, просто перелистывать страницы, особенно если там есть какие-то красивые иллюстрации. И я сейчас вспомнила, что я не показала вам тоже еще одну книгу, или я уже о ней рассказывала. Видите, как я опасаюсь вам рассказать то, что уже было. Но все-таки рискну показать еще раз, потому что она мне очень-очень понравилась. Эта книга называется «Выдающиеся растения, которые изменили нашу жизнь». Это все, что я вам показываю. Сейчас это свежие издания, их можно еще найти в книжных магазинах. Если вам тоже хочется почитать, то, что вроде бы и нам знакомо, потому что речь идет о самых наших популярных различных растениях – кукуруза, маис, сорга, томаты, помидоры, какие-то полынь. И как они повлияли на жизнь человека, что они привнесли в нее, что изменили, как вообще все происходило, знакомство и... Ой, тюльпаны. Значит, здесь будет не только о полезных питательных растениях, а еще о растениях таких вот прекрасных. Изумительное, совершенно-совершенно изумительное издание, такого качества, невероятного. Это тот случай, когда прямо хочется вот это держать, перелистывать, и ты от этого получаешь какое-то необычайное удовольствие. Есть даже раздел, посвященный рассказ о чае, хотя я видела в свое время прекрасное, совершенно издание, полностью книгу, посвященную чайной культуре, откуда, что, кофе точно так же, откуда оно пришло. Прекрасные такие рисунки, немножко в старинном стиле, как раньше было в каких-то книгах по гербарию. Я бы с удовольствием что-то и такое приобрела бы. Какао. Откуда они пришли в нашу жизнь и что они с нашей жизнью сделали? Роза, смотрите, какие. Иллюстрации просто волшебные. Книги сейчас на таком уровне, такого качества. Конечно, им приходится вот конкурировать с интернетом, с различными электронными книгами, но нет большего удовольствия и наслаждения, чем держать в руке вот такое красивое издание. Я уже чаще сейчас именно обращаюсь к таким книгам, нежели к художественной литературе, потому что ее-то как раз, может быть, и нет смысла покупать за те деньги, за которые у нас продаются. Книги, они очень дорогие, они в районе 15 евро часто бывают. Конечно, проще скачать, почитать, а вот такое издание, за него не жалко потратить эти деньги, потому что ты просто... Это как маленькое произведение искусства по-своему. Я рада, что у нас книгопечатание, оно не исчезло никуда, а наоборот, нет такого ощущения, что оно вышло на какой-то новый уровень вот этой необычайной роскоши. Есть такие книги, просто они роскошные. Ты держишь в руках некий фолиант такой волшебный, и наслаждение, конечно, от этого невероятное. Ну вот это о книгах, и как всегда надо же что-то рассказать и об ароматах. Конечно, что-то появлялось новое, и что-то я жду новое, но хотя бы о паре ароматов, я думаю, я вам сейчас тоже расскажу. Ароматы – это тема, которая меня всегда волнует, теребит и опустошает мой бюджет. Мой парфюмерный хомяк, он просто какой-то бешеный. Надо, я не знаю, что с ним сделать, пустить его там на жаркое, отлупцевать жабой. Но он все равно находит что-то такое, что цепляет, хочется попробовать. Он неугомонный. И не так давно. И мне нельзя смотреть эти обзоры парфюмерные, потому что когда кто-то что-то начинает нахваливать, а попробовать это нельзя, в магазине, скажем, этого нет, естественно, есть искушения. Все-таки это приобрести. Иногда это бывают очень удачные покупки. Иногда нет, потому что у нас у всех разное восприятие совершенно. Это я уже понимаю. Но вот у меня такая же покупка, которая, я не помню, может быть, я уже рассказывала где-то во влоге, но я еще раз повторюсь. Это у нас Кальвин Кляйн, Эйфория, но только немножечко другая, которая со словом «блоссом». Это фланкер. То есть что-то, что выпустилось после того, как. Первый вариант у меня тоже есть. Он мне очень нравится. Он такой богатый какой-то, загадочный немножко. Напоминает, возможно, какое-то такое густо сваренное варенье или джем. Ну, во всяком случае, он волшебный, на самом деле. Если кто не знаком, попробуйте. Это что-то такое вот из ряда вон выходящее. И поэтому казалось, что вот этот тоже должен быть прекрасный. По-своему, я думаю, он прекрасный. Я уже потом, первое впечатление оказалось, ну, нельзя сравнивать с чем-то более таким значительным и тяжелым и серьезным. Это легкий аромат, который практически там, мне кажется, в основном цветы, пион, что-то такое. И он не идет ни в какое сравнение с первым ароматом. Но сам по себе он, кстати, тоже очень хорош. Потом я уже так распробовала спокойно, уже без всякого ажиотажа. И он мне понравился. Ну, вот даже на такую жаркую погоду. Он так вокруг носится потрясающим таким тоже пионовым облачком, прохладным. Он очень прохладный по своей вот, по восприятию. А кожа у меня и так холодная, и он совсем становится такой холодный. Очень милый, ничего такого, конечно, сверхъестественного и гениального, но по-своему хорош. Гуляя с моей подругой по магазину, получилось попробовать аромат гирлиена новенький. Это, по-моему, 19-го года. Даже новинка Аквалигория в флоре Черезе. Я просто еще раз даже если о нем рассказывала, еще раз хочу его показать, о нем рассказать, потому что очень уж он мне понравился. Нашла его на сайте. На сайте дешевле, чем в магазине. Я не знаю, как магазины еще за счет чего существуют, потому что почти все то, что есть в магазинах, есть на сайтах, и там цены, ну, процентов на 20 точно дешевле. Я его тоже нанесу на вторую руку, пока у меня еще есть хоть какая-то свободная рука. И он травянисто-медово-цветочный. Вообще травянистые ароматы, они, конечно, сейчас, мне кажется, очень в ходу популярны, потому что они такие природные, естественные. Вот в этом тоже есть какая-то такая натуральная природность, как будто бы все составляющие. Вот прямо пошел, нарвал букет всяких разных луговых, там полевых, степных трав. Туда еще пару розочек, там еще чего-то такого цивильного. И вот в результате ты получаешь что-то восхитительное, свежее, прекрасное, не совсем цитрусовое, скорее вот именно травянистое какое-то такое, букет каких-то прелестнейших цветов. Состав там, по-моему, ничего такого особо выделяющегося, но вот как он на мне и как я его воспринимаю, мне очень понравилась. Бутылочка прекрасная. Я, по-моему, ее вам так толком и не показала. Я так на себя побрызгала и спрятала ее. Вот типичный парфюмерный хомяк из-за пасеки. Вот такой аромат прекрасный. Бутылочка тоже. Я в восторге от разных бутылочек. Я еще покажу вам потом пару бутылочек, которые я на китайских сайтах иногда покупаю, когда мне хочется красивых вещей. И последний аромат тоже, поскольку он ушел из магазинов, но остался еще на сайтах интернет-магазинов. Дифферинт компани, марка, я считаю, нишевой парфюмерии. Вайт Загора, белая Загора какая-то. Не знаю, как то есть, но переводится. Для меня это тоже не настолько важно, потому что я ищу какие-то новые впечатления для своего нюха. И это красивейший аромат цветов, таких благородных. Очень здесь невероятно красивые туберозы. Мне понравилось, что на самом флакончике, который выглядит вот так вот, есть перечислено, что там есть. Там у нас есть нейроли, бергамот, цветы апельсина, еще чего-то там цветы, асмантос, тубероза. И все это вот так цветочно, восхитительно. Жасминово даже мне почему-то кажется, но это, наверное, тубероза так вот. И я его уже сегодня на себя наносила, но гуляла вместе с Танюшиной, она не почувствовала на мне на улице. Значит, он не настолько сильный, значит, он такой нежный очень. Потом, когда уже дома она попробовала, она сказала, да, это очень твой такой аромат. Вот такой нежно-цветочный. Ну, очень нежно-цветочный. Вот теперь его еще нанесем. Моя собака уже на меня смотрит сукаризной, что я тут слишком уже начинаю комнату всякими ароматами загружать. Вот такая вот прелесть совершеннейшая. И эта марка мне вдруг неожиданно понравилась. Я как-то к ней раньше не подходила, не знакомилась. Я заказала еще один аромат, который должен ко мне числа, не знаю, там 10-го, наверное, сентября прийти. И там как раз опять-таки те самые луговые, всякие разные травы будут интересные. И я жду с нетерпением, потому что его очень нахваливали. Называется, по-моему, Месье Башмаков или Башмаков, не знаю как. И было даже указание, что это вот такой русский аромат. Кстати, парфюмером является дочь человека, который практически все ароматы Гермес создавал. Так что тоже, наверное, отец может где-то немножко что-то советовал, потому что ароматы прекраснейшие совершенно. Мне уже интересно все попробовать. А уже не попробую, потому что магазинах больше нет. Только в интернет-магазинах можно найти. И опять-то, то есть покупать вслепую. Это немножко бывает рискованно. И покажу еще вот такие вот красивейшие флакончики, которые я заказываю на Алиэкспрессе. Иногда меня там переклинивает. Я стараюсь уже этого не делать, потому что ну сколько вообще всего этого нужно и можно. Но бывает, что устоять сложно, потому что каким-то маленьким красивым предметом у меня тянется рука. И это хрустальный такой вот флакончик, который можно заполнить при желании содержимым. Мне кажется, это больше так вот для красоты. У него такая стеклянная палочка обычно. Бывает и с распылителем иногда попадается, но редко. Чаще всего с этими стеклянными палочками. Ну какие-то такие сильные ароматы, я думаю, что если немножко напрыскать, то и палочкой можно пользоваться. Ну с собой в сумке-то это таскать не станешь. То есть это скорее для украшения вот твоего туалетного столика или просто для украшения. И точно так же еще вот такой совсем мусю-пусечку заказала. Он тоже, это стекло или может быть хрусталь. Во всем случае он огранен очень красиво. Обычно вот все так сделано тонко, очень качественно и, конечно, доставляет невероятное удовольствие созерцание таких предметов. И надеюсь, вы меня понимаете. Вот он, неисправимейший шопоголик. Лишь бы что-то заказать. Ну хорошо, хоть красивое, а не что-то такое. Кстати, не совсем покупка, потому что будут присылать на обзор. И я жду несколько вещей тоже с китайского сайта. Одно уже платье пришло, оказалось, по большей размерам, чем надо. Так что, когда буду показывать, кто по большей размерам, пишите, отдам. Ну и точно так же еще тоже что-то идет. Я все почему-то боюсь, что эти китайские будут маломерки. Я всегда стараюсь по большей размерам. Ну и получается, потому что они не маломерки. В общем, поэтому не люблю одежду заказывать. Так, что же у меня еще было за это время? Ой, как сложно, потому что на самом деле это должно быть, наверное, очень регулярно такие съемки. Я просто забываю, что безусловно было много всего. Еще каких-то мелочей приятных. И заходила в магазинчики эти хопаные, смотрела там, может быть, что-то приобрела из посуды какую-то. Возможно, мелочь. Ничего такого крупного не вспоминается. Ну, мне кажется, и так я вас уже немножко поразвлекала. Что хорошо. Просили. Вот я сняла, отчиталась. Если что-то еще сейчас вспомню, то добавлю. Если нет, то уже попрощаюсь с вами. Еще не попрощаюсь. Закончив показываем фигурок, опять же, с Алиэкспресса, потому что они просто совершенно мимимишные, няшные. И как там вообще про них говорится, когда они вызывают просто бурю какого-то положительного восторга. Вот такое вот, такое типа колесо, сидящие птичкой на нем и щенком, который его поддерживает. Оно годится для посадки каких-то растений. Но, надо сказать, я там посадила кислицу, земли там мало места, и она у меня быстро скончалась и засохла. Поэтому решила, что я просто сухие веточки вереской сюда положу или можно придумать что-то поинтереснее. Просто какое-то маленькое искусственное растение. То есть это такое украшение, такой смешной пёсик. У них всегда такие милые выражения мордочек. И вообще, что я не удержалась и заказала ещё одного пёсика. Вот такого вот тоже на тему того же, только уже наполовинку. Здесь уже можно как-то получше что-то посадить при желании. И вот такой вот собачоныш, который висит. Оно, кстати, очень хорошо, устойчиво стоит, потому что вот как бы он упирается и получается, что оно вот так вот держится. Это украшение стола, полочек. Никакой, по сути, практичной функции особо не несёт, а просто создаёт хорошее настроение. Сейчас покажу ещё пару фигурок, которые, возможно, я не успела показать. Это вот такая белочка, потому что у меня есть такой садик белочек. Я их там собираю, и тематически они у меня там, у них сбор урожая. Всякие орешки там собирают, грибочки. Вот это тоже одна из белочек с китайского сайта. Они очень хорошие. Там есть несколько сайтов, где просто изумительно такое ощущение, что это вообще ручная работа. По крайней мере, раскрашивается всё вручную и качественно, и выражение глаз, мордочек. В общем, не к чему придраться, поэтому я периодически что-то такое ещё заказываю. И всё из одного и того же магазинчика. Вот такая вот тоже прелестнейшая совершенно композиция, скульптурная, весёлая и забавная. Я считаю, такие вещи изумительны для подарка, например, если... Ну, конечно, если тот, кому вы дарите, любит что-то подобное. Я люблю. Вот такая вот... Ну, просто поднимает мне настроение. Я ещё заказала, там можно много чего заказать. Я ещё заказала маленькие, клеющиеся божьи коровки. И теперь они у меня сидят везде, где только можно. Наклеены на баночках, на листиках вот такие. Они маленькие, они там на липучках. Вы их можете прилепить куда хочется. А я знаю, насколько божьи коровки вообще у всех вызывают почему-то позитив. Вот у меня они точно вызывают. И в природе, когда ты их видишь. Кстати, в этом году практически не видела у нас божьих коровок. И поэтому, наверное, решила, пускай они у меня сидят вот на некоторых листиках на растениях. Это так мило смотрится. Совершенно прекрасно. Особенно, когда наступит зима, и не будет никаких насекомых, и будет так за окном все раскучно. Это будет точно что-то такое в доме весёлое и замечательное. Ну вот теперь уже я с вами, наверное, окончательно попрощаюсь. И буду стараться всё-таки регулярно вспоминать о своих покупочках и рассказывать вам. И надеюсь, вы также с интересом всё это посмотрели. И может быть, даже что-то из этого захотите. Если нужны будут ссылочки на эти фигурки, на магазинчике, я тогда вам оставлю. Спрашивайте. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч.